Григорий Лукашенко под предлогом очевидно ложного сообщения о минировании заставил сесть гражданский самолет, летевший из Афин в Вильнюс авиакомпании Ryanair, ирландской авиакомпании в аэропорту Минска. Зачем он это сделал? Он это сделал, чтобы арестовать журналиста нехты, летевшего этим рейсом. И, разумеется, как только самолет сел, журналист, бывший главный редактор СМИ нехта был задержан. И это вот много сейчас рассуждений относительно того, какой беспредел. Как вообще государство может себе такое позволить? Почему люди с этим мерятся? На самом деле Григорий Лукашенко, конечно, абсолютно прав. Потому что политика — это искусство возможного. И Лукашенко действует в тех рамках, которые ему допущены, которые допускают соседние государства, Европа в первую очередь, которые допускают собственное гражданское общество. Имя главного редактора нехты — Роман Протасевич. Политика — это искусство возможного. Это знает государство, и это должно выучить гражданское общество, если оно рассчитывает на какие-либо победы в будущем. Потому что все вот эти вот разговоры о том, что это безумие, Лукашенко потерял совесть, у него совести никогда не было. Он никогда не задавался такими вопросами, как право. Он всегда задавался вопросами о том, что возможно, что он может сделать, и что ему может сойти с рук от того, что это плохо вписывается в вашу картину мира. Из этого совершенно не следует, что ошибается Лукашенко. Ошибаетесь вы. Это значит, что вашу картину мира необходимо актуализировать для того, чтобы вы просто понимали реальность происходящего и реальность, доступного вашим оппонентам, реальность, доступного узурпаторам, таким как Лукашенко. Для того, чтобы уже собственные поступки взвешивать для того, чтобы вместо ошибок совершать какие-то жесты и какие-то действия, которые могут привести вас к желаемому результату. И в контексте происходящего последние десятилетия в Европе и в Восточной Европе, и на постсоветском пространстве, Лукашенко делает все правильно, потому что он не создал для себя никаких особых дополнительных издержек, никаких особых рисков. Давайте посмотрим. Сейчас очень хорошую новость запостило информагентство «Панорама», где оно в очередной раз смотрит в будущее, и это будущее предсказывает и говорит о том, что же действительно, какая реакция будет у Запада на произошедшее с Романом и на происходящее в Белоруссии вообще. В очередной раз мы услышим просто новость о том, что западная элита очень обеспокоена происходящим, но, разумеется, делать ничего не будет. Сколько раз мы это видели по отношению и к Белоруссии, и к России. Вот давайте, да, выведем на весь экран. Евросоюз готовится выразить крайнюю озабоченность из-за задержания Романа Протасевича. Европейские чиновники намерены потребовать от режима Лукашенко гарантии того, что суд и казнь пройдут в полном соответствии с международными нормами. Это, разумеется, будет сформулировано не так, как во втором параграфе, но содержание первого параграфа мы завтра увидим на страницах BBC, на страницах CNN, на страницах других уважаемых СМИ, потому что именно это развязывает руки диктаторам. Чем больше красных линий вы проводите, и чем больше, и чем чаще вы допускаете их пересечения, тем меньше вес наделяется вашим словам, потому что всем становится понятно, диктаторам, тиранам становится понятно, что вам абсолютно все равно на собственной красной линии, что вы все это говорите для красного словца, а делать ничего не собираетесь. И в этом смысле очень хорошо, конечно, резонирует вся вот эта идея о том, что срок Байдена — это третий срок Обамы, потому что посмотрите, как активизировались тираны и диктаторы всех стран и мастей, раздуваются конфликты, которые касались прекращенными еще четыре года назад возобновился кризис в Израиле и Палестине. Диктаторы, там, где они понимали, что Трамп может пойти на какие-то беспрецедентные вещи, например, как он поступил в Иране, когда он убил иранского террориста Сулеймани, что Байден на это не способен, его умная дипломатия заключается в том, чтобы максимально потворствовать всему, что делают международные тираны, и ни в коем случае не делать ничего такого, что могло бы продвигать ценности свободы в мире, потому что неценностями свободы он руководствуется. И в этом смысле снова повторяю эту мысль, что Лукашенко действует абсолютно правильно. Раз позволяют, значит, нужно делать. Было бы странно, если бы политик делал что-то иное. Давайте вот часто можно в гражданском обществе и в России, и в Беларуси услышать такой тезис, что вот, значит, во власти сидят какие-то кромешные дураки, а мы такое просвещенное гражданское общество, вот мы-то умные, мы-то начитанные, мы знаем, что делать, а вот они-то, значит, из раза в раз садятся в лужу, но как-то вот на практике оказывается совершенно наоборот, что те вещи, которые гражданское общество выдает за моральные победы, оказываются реальным тяжелейшим поражением, в то время как все, что этими людьми высмеивается, приводит их оппонентов к успеху. Вот давайте учиться на этих ошибках, давайте все-таки смотреть на суть происходящего и понимать, что когда вы демонстративно там встаете на скамеечку, снимая ботинки, это к успеху привести не может. Это сигнализирует о том, что вы в принципе не понимаете, в каком тяжелом сложении вы оказались. Если вы этого не понимаете, то действительно гораздо лучше оставаться дома, просто потому что те события, которые сегодня происходят в Беларуси, тяжелые события, это события куда более страшные, чем тот ужас и кошмар, который происходил в Беларуси два года назад. Почему? Потому что люди, 20% населения страны вышли на улицу, и они не были готовы к тому, что необходимо сделать для того, чтобы добиться свободы, для того, чтобы добиться перемен. В этом случае, да, вот говоря А, необходимо говорить Б. Или, по крайней мере, не усугублять ситуацию тем, чтобы стягать тигра за усы, если ты не готов с этим тигром оказаться один на один, если ты не готов этот конфликт разрешать и бороться за то, чтобы он разрешился в твою пользу. Вот это самая главная ошибка любого общества. Это ошибки, которые еще будут совершаться, и это ошибки, которые я хотел бы предотвратить, потому что в противном случае, в противном случае, ну, наша жизнь будет становиться хуже, а жизнь, я напоминаю, у каждого из нас одна, и она не терпит поступков, которые способны ее сломать, она не терпит неуверенности, и тем более она не терпит полумер. В интернете со стороны уже проплаченных кремлинг-ботов можно услышать такую глупость, да, что вот-вот, значит, когда Лукашенко это делает, вы, значит, об этом говорите, а вот когда Европа и Запад сделали то же самое с Эдвардом Сноуденом, напомню, что там была история, что когда Эдвард Сноуден искал политическое убежище до того, как он еще прилетел в Россию, он пытался получить политическое убежище в Южной Америке, и была новость о том, что он вылетел самолетом Моралеса в Южную Америку, и в этот момент закрылось небо, и боливийского президента посадили принудительно и обыскали его самолет. Здесь есть как бы основная позиция, здесь три основных позиции, самое главное, конечно, что абсолютно безразлично любому человеку, который любит свою страну, любому человеку, у которого сердце болит за свою нацию, должно быть абсолютно безразлично, какое беззаконие по отношению к собственным гражданам позволяют соседние государства. Мы должны бороться, русские либертарианцы, русские националисты, люди, которые любят свою страну, настоящие патриоты, они должны бороться за то, чтобы защищать граждан своей собственной страны от тирании. Если для вас примером и оправданием тирании против собственных граждан является тирания каких-то соседних государств против их граждан, в таком случае я лично считаю вас национальным предателем, и им вы и являетесь, потому что абсолютно безразлично, какие ошибки совершает США, абсолютно безразлично, какие ошибки совершает Европа, мы должны бороться за свободу для своей страны, за достоинство для своего народа, за гражданские права у себя дома. А что происходит вот там, вот где-то там, это абсолютно безразлично. Ну, это опуская очевидные детали, что когда самолетовый Моралеса был принужден сесть, не использовались бомбардировщики, не подвергались риску жизни гражданских, это вообще какая-то совершенно чудовищная системность, которая прослеживается и в отношении к гражданским рейсам во время войны на Украине, когда сбили нидерландский Боинг, наплевательское отношение, в принципе, к понятию гражданское судно, там, где против гражданского судна, могут просто поднять истребитель и повернуть его у самой европейской границы назад, чтобы арестовать оппозиционера. Чудовищная ситуация, такого действительно Европа себе не позволяла, Запад себе не позволял, такое наплевательское отношение к жизням гражданским. Это особенность самых дремучих стран Ближнего Востока и постсоветского пространства, где человек воспринимается как ресурс, где, в принципе, не проводится это разделение между гражданскими и военными, где ради того, чтобы добиться какой-то сиюминутной политической выгоды, могут быть поставлены под угрозу жизни сотен человек. Про какие-либо международные, про какую-либо международную репутацию я даже не хочу говорить, потому что, еще раз повторяю, что политика это искусство возможно. Чем больше политикам типа Лукашенко и Путина сходят с рук, тем больше они себе будут позволять, потому что они чувствуют себя в праве. В долгосрочной стратегической перспективе это все, конечно, разумеется, ошибка, потому что блеф Путина и уж тем более блеф Лукашенко рано или поздно встретят реальным сопротивлением, а ни Лукашенко, ни Путин не выступают в положении объективной силы на международной арене. Но длится вот эта вот неуверенность ответа Запада, она может длиться достаточно долго, и это, конечно, приводит к головокружению, вот в кавычках побед, к такому безрассудному, подлому поведению. Это, конечно, ставит очень жесткое положение гражданское общество в Белоруссии и России, где мы просто не можем рассчитывать ни на какую поддержку и не должны. Еще раз напоминаю, что Запад преследует только свои собственные интересы, только свои цели. Запад великолепно коррумпирован путинскими олигархами, а в случае с Лукашенко овченко выделки не стоит, потому что получить еще один эмиграционный кризис уже на своей восточной, а не южной границе Европа не хочет. Прибегать к каким-либо серьезным мерам она не способна, потому что она разрываема внутренними проблемами в собственных странах. И вот это вот... И в итоге совершается самый худший поступок, да. Постоянный разговор о красных чертах, который просто подрывает доверие к международным институтам и, конечно, подрывает доверие к каким-либо западным организациям.